В этом году уже больше 200 человек в городском округе прошли диспансеризацию в поликлинике. 2017 год определен как время для регулярного медосмотра пациентов, рожденных в 1918-1921 и каждое следующее трехлетие. Впрочем, открыты двери и для всех желающих оценить свое здоровье. Это будет бесплатно. Это называется не по диспансерному, не по диспансеризации населения, называется профосмотр. То есть это практически тот же перечень обследований, который проходит пациент, который не подходит по коду диспансеризации. Он включается абсолютно все такие же скрининговые методы обследования. Диспансеризация и профосмотр – неформальность, настаивают медики. Только в ходе такого набора исследований и можно выявить онкологические заболевания на стадии, когда они поддаются полному лечению. Например, при флюорографии грудной клетки. Это перечень необходимых всех скрининговых обследований, которые могут указать или выявить какие-то изменения, требующие врача насторожиться. При всех исследованиях берется общий анализ крови. Если выявляется снижение гемоглобина, автоматически пациент направляется по углубленному обследованию. То есть это с проведениями гастроскопии, колоноскопии, посещением гинеколога или уролога в зависимости от пола. И более углубленные на сывороточное железо. Это уже идет как второй этап. И если на первом этапе выявляются изменения при маммографии, человек направляется к онкологу, где его отслеживают. Как правило, на ранней стадии рак не дает симптомов. Потому учитываются многие факторы, главный из которых – наследственность. Именно поэтому диспансеризация начинается с анкетирования. Влияют и дурные привычки. Рак легких сегодня, согласно научным выводам, ассоциирован с курением. Онкология дыхательных путей, бич современных мужчин, говорят врачи. На втором месте рак предстательной железы. У женщин большой процент выявления рака кожи. И, конечно, в первую очередь это рак молочной железы. Поэтому, как мы сказали, после 39 лет рекомендовано прохождение скрининговым методом исследования маммографии. Еще одна тенденция времени – онкология, что называется, молодеет. Это касается в особенности рака шейки матки у женщин. Именно поэтому пренебрегать элементарным обследованием не стоит никому, советуют медики. Мазок на цитологии показывает не только наличие раковых клеток, если они имеются, но он также показывает и предраковые состояния шейки матки, дисплазия. Первый, второй, третий степени. Когда получаем подобные мазки, здесь уже более расширенное обследование идет этой женщины. Если получаем дисплазию, то мы уже делаем в условиях стационара манипуляции, одна из которых является ножевая биопсия шейки матки, то есть более уже углубленное изучение. Если в ходе диспансеризации появился повод для беспокойства, то далее будет назначен онкоскрининг. Это тоже целый набор узконаправленных исследований. Для того, чтобы выявить новообразования или исключить их, используют в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы.